Вот вы сегодня упомянули о том, что у вас есть крест, который вам подарил Папа Римский. Есть. А как это произошло? Когда-то я совершенно случайно оказался в Риме. Меня пригласили на конференцию на Филиппины, и, но на Филиппины меня не пустили, потому что тогда было ещё правило, был закон, что нужно было получать не только въездную визу, но и выездную визу. И вот из пределов Советского Союза меня, это был 88-й, по-моему, год, это был год, когда китайские танки давили студентов на площади Тяньэнмэнь, 88 или 89, я не помню. Но я как раз тогда прочитал, будучи за рубежом, прочитал в какой-то английской или американской газете вот о том, что делали китайцы со своими студентами. Я был в Риме, и до этого в газете «Русская мысль» я написал, а в «Русской мысли» напечатали статью, что тогда праздновали в 88-м году тысячелетие крещения Руси. И в этой статье я написал, что у нас ошибочное представление, что русская православная церковь празднует это событие как тысячелетие крещения православия. Да нет, при князе Владимире не было русской православной церкви. И по моему глубокому убеждению, тысячелетие крещения Руси должны праздновать и русскоязычные католики – это тысячелетие христианской церкви. И католики имеют такое же право сказать, это наш юбилей. Ну, анекдот, легенда о том, как князь Владимир выбирал веру, заслушал мусульманина иудея. Это анекдот, это неправда, это миф, как хотите. Так вот, я написал в статье, что католики имеют такое же право, как православные, праздновать это как свой юбилей. А протестанты точно так же, точно так же они могут сказать, «Да, это праздник нас, наш праздник, праздник христиан». И, ну, по-моему, это азбучная истина. Но какой-то доброжелатель положил на стол Папе Римскому газету «Русская мысль» и Папа Римский одобрил эту статью. Когда я был в Риме, меня никак не пускали из Рима на Филиппины. Это уже посол Филиппин Виталий говорил мне, что я, наверное, коммунист, стал на Филиппинах, и своих коммунистов хватает. И зачем нам каких-то русских коммунистов ещё пускать на Филиппины? Я на неделю задержался в Риме, был вынужден там жить. И в какой-то день мне передали приглашение, что ли, Папы Римского, Иоанна Павла II, Тарал Войтыла, приглашение в Ватикан. Я был там с Глебом Якуниным, священником Глебом Якуниным. Нас епископ на входе предупредил, что аудиенция будет продолжаться 10 минут. Это время, которое Папа выделяет даже заморским кардиналам. Ну, мы были польщены, что нас поставили на одну доску. Папа благословил нас оставаться с ним больше получаса, беседовал с нами. Потом встал, наверное, нажал какую-то кнопочку, которую я не видел, потому что тут же распахнулась дверь, влетели три или четыре, как они называются, фотографы эти, я забыл. Папарацци. Еще раз. Папарацци. Папарацци. Влетели эти папарацци со своими кино- или фотокамерами, а в это время секретарь подал папе две коробочки. Папа вручил, открыл коробочку, вручил один крест мне, другой крест отцу Глебу Якунину. У меня где-то есть фотографии, и когда мы стоим, и когда папа вручает мне крест, и вот у меня до сих пор этот крест есть, благословение его святейшества. Я очень дорожу этим крестом, но ношу только этот крест, тот беленький и этот беленький, но все-таки ношу этот крест, он мне даже дороже, я бы сказал, чем крест, который мне подарил папа римский. Это крест моего духовного учителя, руководителя, священника Николая Эшлемана, сейчас, к сожалению, покойного. Он мне когда-то держа два креста, сказал, Юра, я верю, что вы будете священником, сейчас вас священники не пускают, но вы будете священником, берите любой из этих двух крестов. ну, я ему сказал, что нет, отец Николай, крест не выбирают, крест в случае необходимости можно нести, но выбрать крест я не могу, если вы благословите. Он мне благословил этот крест, это было в 63-м году, когда меня рукополагали в 79-м архиепископ Хризастом взял какой-то крест, я попросил его, если можно, ваше высокопресвященство, вот у меня крест, подаренный мне священником Николаем Эшлеманом, КОНЕЦ КОНЕЦ